Доброе утро, я сегодня нахожусь в самом центре Минералтийской, в всем недавно открывшемся ресторане Вкусно и Точка, вот он позади меня. Хочу позавтракать здесь и попробовать классическое меню, ну то есть там чизбургер, фри и сравнить. Кстати, у меня очень крутая кепка из Бургер Кинга, потому что я когда-то работал там, в Малдаке я тоже работал. Так, ну что, давайте разберем меню. Пост-автоматы остались те же. Так, я буду завтракать в зале и брать я буду что-то вкусное с яйцом и сыром. Так, давайте выберем. Как видите, завтраки остались те же. Классические завтраки, вот они тоже есть. Я, наверное, буду вот это. Нет, нет. Так, почему-то нельзя выбрать кофе. Из напитков нет кофе, это в завтраки обязательно можно добавить. И нет возможности выбрать классическое меню, то есть есть только завтраки. Классика появится в 10 утра. Интерьер остался тем же, услуживание тоже. Единственное, немного форма поменила все персоналу. У них стала более, мне кажется, интересная, удобная форма. Не очень похоже на Бургер Кинг. А еще у менеджеров раньше были такие рубашки с кармашками, а сейчас эти кармашки переместились почему-то в штанины в районе колен. То есть ручки, какие-то бейджи, они хранят все внизу. Вот видите, можете сами заметить. Интерьер, к сожалению, никак не поменялся. Картофельный дрянь, мне кажется, такой же самый, как и был. Но, тем не менее, немножко недожаренный. Так, а это та самая булочка с яйцом и сыром. Я думал, там будут котлеты, честно говоря. Но я немножко, наверное, не проснулся, поэтому заказал не то, что хотел. Но я такое тоже очень люблю. Сейчас буду пробовать. Вкусно. Так, открылось основное меню. Вот, пожалуйста. Все, как было, так и осталось. Немного цена на торгу подорожали. Я заказал себе двойной чиз. Вообще, комбаномар заказал. Это двойной чиз. Я обычно сока. К сожалению, кофе добавить туда не получается. И пирожок с основной. Я не стал больше. Он еще и фри средний. Потому что я уже позавтракал очень плотно. Так, я оплачиваю и жду свой заказ. Так, сразу недостатка. Недостатки это то, что нету новых таких-то эмбриев. То есть, вся упаковка, она вот, видите, совсем страшная, без всяких познавательных знаков. Что это за бренд, можно с первого раза не понять. Плюс подножка. Это бумажная, она тоже, знаете, вот, как будто просто обычный какой-то кусок бумажки. Сейчас будем пробовать на вкус. Знаете, кушаю картошку. Даже когда берешь ее в руки, ощущение, что это картошка в домашних условиях была пожарена. Ну, то есть, ощущение натуральности. Прямо 99%. А в Макдаке она была очень такая воздушная, легкая. И по вкусу напоминала вату. Слегка соленоватую. Очень вкусный двойной чизбургер. Прям, я не знаю, ну, как будто дома, дома реально кушаешь дома. Гораздо вкуснее, чем был чиз в Макдаке. Ну, что, впечатление в целом. В целом, мне заведение очень понравилось. Все очень вкусно. Чуть подорожало, но это не так проблематично, потому что вкус при этом вырос в разы. Ну, то есть, в раза полтора точно картошка фри, мясо стало вкуснее. Фри просто какая-то, знаете, стала. Как будто реально дома приготовленная лично. Есть вот эти недостатки с тем, что упаковка пустая, без каких-то ярких опознавательных знаков, без эмблемы. Но это все не так важно, потому что важно в любом заведении, в любом фаст-фуде, в любом ресторане, кафе. Это все-таки вкус и качество. Качество отменное. Кстати, еще по поводу сока. Вот я выпил и апельсиновый, и яблочный. И они вообще, знаете, как будто реально компот из погреба достал и пьешь. То есть, прям вот все вкусы, кислоты, сладости. Все сочетается и дополняют друг другу так, что не возникает ощущения какой-то химозности. Продолжение следует...